Ну а начнем выпуск с одной из основных тем. В майские праздники в ДТП. На дорогах республики погибли 18 человек, в том числе трое детей. Об этих цифрах заявил в Рио главы Дагестана в ходе обсуждения с руководителями органов госвластием принимаемых мер в сфере безопасности дорожного движения. Как отметил Владимир Васильев, предваряя выступлению ответственных за обеспечение этой деятельности руководителей, положение дел в республике по данному направлению тяжелое. «Совещание от 9 января этого года, после аварий с такими последствиями тяжелыми, мы с вами обсудили. Вроде бы определили определенные шаги. У нас есть постоянно действующая комиссия, но ряд поручений, которые давались на совещание, не исполнены. В ходе проверки это стало очевидным. Самое грустное то, что майские праздники, по которым сейчас Анатолий Суденович расскажет, немало положительного, закончились для нас с вами тем, что мы потеряли 18 человек. Недопустимые потери. В 2018 году, на 14 мая, в республике было зарегистрировано 555 автопроисшествий, в которых погибли, вдумайтесь в эту цифру, 117 человек. При этом Владимир Васильев констатировал, в регионе крайне медленно идет работа по формированию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Реализация проекта ведется в рамках разработанного в 2017 году плана. На сегодняшний день в Махачкале работает 78 видеокамер, контролирующих 23 рубежа и фиксирующих нарушения правил дорожного движения. С начала этого года вынесено более 80 тысяч постановлений почти на 43 миллиона рублей. В этом направлении, как заявил в Рио руководитель региона, необходимо использовать весь имеющийся на сегодняшний день потенциал. Мы должны добиться того, чтобы люди, нарушившие правила, не договаривались и не расходились. Первое. Второе. Протоколы, которые составлены, должны исполняться. Понимаете? Ответственность должна наступать. Ничто так не распоясывает наших нарушителей на дорогах, как безответственность. Возможность откупиться или не платить штрафы, как таковая. Чем сильны вот эти комплексы, о которых вы нам рассказываете? Я разговаривал с Собянином. Они сделали выделенную полосу для транспорта. На эту полосу поперли все, потому что ее открыли для движения. Вот он мне говорит. Первый раз, второй раз, третий наказываем. После третьего мы больше эти номера не видим. Понятно, да? Система. Вы никто не говорите о системе. Вы говорите о том, что не хватает личного состава, не хватает денег. Ну, покажите один пример. Сконцентрируйтесь. Посмотрите, всего два района. Что вы рассказываете? Если мы сейчас сконцентрируемся на двух районах, мы получим приличный эффект. Если что-то непонятно, давайте пригласим сюда специалистов. Пригласим. Не прокуроров, а специалистов. И проработаем от и до. Вместе с нашими толковыми людьми. Отработаем? Пойдем дальше. Будем масштабировать успешный опыт. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!